Музыка Университет в этом году будет праздновать 55-летие своего создания. Кафедра наша, кафедра госпитальной хирургии, в этот же год отмечает свой 50-летний юбилей. Так совпало, что кардиохирургия, которая была посвящена сегодняшней лекциям, тоже, в общем-то, дисциплина молодая и есть только же примерно лет, порядка 50. И вот в рамках юбилейного года и университета, и кафедры мы проводим встречи с людьми, которые стояли, так скажем, у истоков сердечно-сосудистой хирургии, у истоков кардиохирургии. И сегодняшняя лекция, сегодняшний круглый стол, это первое мероприятие подобного рода. Сегодня у нас в гостях был известнейший человек, один из родоначальников, так скажем, коронарной хирургии в нашей стране. Это профессор Борис Владимирович Шабалкин, ученик школы Бориса Васильевича Петровского. Длительное время руководил одним из первых отделений коронарной хирургии в стране. Имеет богатейший опыт этих операций. Сегодняшняя встреча была посвящена как историческим аспектам создания и появления хирургии ишемической болезни сердца в нашей стране и в мире, так и современным каким-то тенденциям, методикам в области лечения от этих пациентов. Лекция для аспирантов и студентов шестого курса, выпускники. Мне кажется, они с большим интересом прослушали беседу о кардиохирургии в России и в частности о хирургическом лечении больных ишемической болезнью сердца. Поскольку эта болезнь очень распространена, и сейчас эти больные лечатся не только в таких центральных клиниках Санкт-Петербурга, Москвы или каких-то больших городов Новосибирска, Челябинска. Сейчас эта хирургия пришла в дом к больному, поскольку больному не нужно ехать с одного конца России к другой, для того, чтобы получить квалифицированную помощь. Сейчас квалифицированная помощь оказывается, мне кажется, почти в каждом областном центре России. Хирургическая помощь, интервенционная кардиология развита. Достинуты большие успехи вот этой вот неотложной помощи больным с острым коронарным синдромом, что значительно снижает летальность больных в городах и избавляет больных от тяжелых постинфарктных осложнений. Студенты восприняли это все, по-моему, очень внимательно. И если я кого-то заразил болезнью к хардохирургии, то я считаю, что это было бы очень здорово. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok